Глава Карачаева Черкесии сегодня посетил Уст-Джигутинский район. Рашид Имрезов оценил ход капитального ремонта в школе аула Новая Джигута, осмотрел строительные работы на автодороге Уст-Джигута-Терезе, побывал в недавно отремонтированном районном центре культура, а также провёл встречу с населением. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Эта школа в ауле Новая Джигута была построена в 1964 году и давно нуждалась в капитальном преображении. И вот нынешней весной в образовательном учреждении, рассчитанном более чем на одну тысячу учащихся, начались ремонтные работы. Глава Карачаева Черкесии Рашид Имрезов оценил нынешние изменения, обошёл здание школы и прилегающую территорию. По словам руководителя подрядной организации, срок сдачи объекта – конец нынешнего года. Однако строители сделают всё возможное, чтобы ближайший день знаний стал для сельских деток настоящим праздником. Заменена кровля, практически завершена штукатурка, на 30% выполнена работа по шпаклёвке, на 80% выполнена работа по замене электричества. В целом готовимся к работам по отделке фасада и замене инженерной коммуникации. Рашид Имрезов также дал поручение оснастить помещение образовательного учреждения новой мебелью и благоустроить прилегающую к зданию территорию. В итоге это будет, по сути, новая школа. Во время поездки глава региона осмотрел участок автомобильной дороги Усть-Жигута-Терезе, на котором сейчас ведётся возведение моста через реку. Планируется, что первые автомобили проедут по нему в конце лета. Далее руководитель республики посетил Центральный парк Столетия Карачаев-Черкесии, в котором сейчас проходит масштабная реконструкция. Эта зелёная зона отдыха в Усть-Жигуте год назад стала победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». В ближайшем будущем здесь создадут все условия, чтобы радовать различные категории населения. Кроме того, Рашид Имрезов оценил завершённый в 2022-м капитальный ремонт районного центра культуры. Он встретился с представителями учреждения, которые продемонстрировали в действии установленную в зале мультимедийную аппаратуру с качественным звуковым сопровождением. В свою очередь глава республики предложил использовать зал, в том числе для проведения киносеансов. А в районной администрации состоялась встреча с жителями муниципального образования. Каждый из пришедших надеялся на решение крайне важных вопросов в различных сферах. Одной женщине необходимо своевременно получать для ребёнка специальное питание. Другой нужна поддержка для реализации бизнес-идеи. Третьему – помощь для создания удобства и многодетной семье. Александр родом из Донецкой народной республики. В начале прошлого года приехал с большим семейством в Карачаево-Черкесию, получил гражданство. Теперь оформил все необходимые документы для проведения коммуникаций. Однако сроки ему затрудняются назвать. Рашид Темрезов пообещал, что со стороны ресурсоснабжающих организаций проблем быть не должно. Есть мысли строиться или будем возвращаться домой. Ну посмотрим, как будет получаться. Потому что с нуля тяжело всё начинать. Ну давайте, у вас всё-таки семья очень многодетная. И мы, наверное, подумаем, либо грант от меня выделим вам, так чтобы вам полегче было начинать. Вот. И вот у нас здесь Евгений Александрович, заместитель председателя правительства, курирующий строительство. Вот. Я думаю, Мурат Романович, у нас не должно быть никаких проблем. Сейчас вам выступать не надо. Я думаю, что вопрос там сегодня-завтра вы решите по всем тех присоединениям. Или газовики, энергетики, все там коммунальные службы, всё это сделать. А я вам предлагаю всё-таки начать потихонечку строиться. По каждому поступившему в этот день обращению будут приняты все необходимые меры для улучшения жизни граждан. Артур Максерас, Олбердиев, Вести, Карачао, Черкесия.